Привет, мои хорошие! С вами Селена Свея, и сегодня будет видео, которого очень давно не было. Это секонд-хенд покупки. Да, я реально туда захожу, даже вот просто... Ну, на самом деле, я туда зашла, первая моя мотивация, это чтобы сделать для вас видео. Второй момент. Я вспоминаю, когда я случайно зашла в секонд-хенд и нашла офигенские вещи. Вот я взяла там позиции, наверное, 7-8, и реально всё, что я примерила, всё я себе купила. И реально ношу, потому что это кайфучие вещи. Во-первых, качество сразу же видишь. Но там, где я покупаю, там не всё на самом деле секонд-хенд. Там ещё есть как бы вот со складов, привозят ещё что-то. Причём я хожу в самый такой день, когда самая дешёвая цена за килограмм. В этот раз я была за 400 рублей килограмм, у меня получилось 2 килограмма одежды. Но так как то было больше лета, у меня были летние такие какие-то моменты, здесь больше зима, поэтому больше веса, и, в общем, на 2 килограмма получилось у меня. Вещи реально прикольные, даже Кристинка сегодня заметила, что, о, качество хорошее и так далее. В общем, хочу показать. Первая это кофточка, которая на мне. Такая маечка. На самом деле я люблю такие майки, у меня их много, но единственный момент, что не все они хорошего качества. Что-то бывает кашлатится, что-то меняет со временем цвет свой. Ну, в общем, вообще какая-то неносибельная становится. И вот кроме как выкинуть ее, больше реально ничего с ней не сделаешь. А вот эта кофточка мне понравилась, потому что я увидела реально качество. У нее хорошее, это вискоза, по-моему, да, что-то такое, натуральная ткань. И голубой мне идет, и майки дома я всегда ношу. Но это такая маечка, с которой можно и на выход сходить. То есть она такая, ну, блин, классная, мне понравилась очень. Вот посмотрите, как она смотрится на мне. Только она немного помятая на видео, так как мы были в пыхах, и я снимала немного в студии, оставалось времени, у меня, к сожалению, не было возможности ее погладить, поэтому немного помятая, не обращайте внимания. Следующий свитерок, который я приметила, на самом деле там было очень много крутых свитеров, наикрутейших свитеров просто. Я его как раз брала с расчетом для того, чтобы подарить его Кристинке. Потому что у меня свитеров очень много, я их не успеваю носить, но цвет тоже голубенький, она любит свитера носить. И я еще до того, как я ей сказала, что, Кристинка, это я брала с расчетом тебе, свитер очень крутой, потому что у меня просто уже вещам негде храниться, понимаете, я бы его себе оставила. Я говорю, мне кажется, что тебе понравится. И первое, до того, как вообще узнала, что это ей, она говорит, вау, какой крутой свитер, какое крутое качество. Но на самом деле да, то есть здесь прикольная вязка, смысл в том, что он такой, знаете, видите, немножко в крупную такую. То есть если будет лифчик какой-то, будет, конечно, видно. Я его как раз меряю с таким темно-фиолетовым лифом. Вот, рукава отличные, длинные, длина такая, знаете, не короткая, не супер длинная, то есть такая свитера. И в нем, знаете, и не жарко, и не холодно. Вот реально за счет этих дырочек, прям вот когда идешь, продувается вентиляция очень хорошая. И цвет, мне кажется, очень нежный, то есть он белый с голубым, и прям вообще очень нежный, классный. Кристина, тебе нравится такое? Да, вообще. Она была счастлива. И вот я вам скажу так, что здесь никаких зацепок нету, здесь нет нитки какой-то, как это, закошлаченные, да, с катышками. То есть реально настолько клево, что, ну, он просто новый. Возможно, он и есть новый, потому что там вот такой секонд-хенд непонятный. Половина новая, половина нет, не знаю. Но здесь нет никакой бирки, я не знаю, что за фирма. Скорее всего, не новые тогда, потому что здесь нет бирки. Вот. Конечно же, все это стирать нужно приходить. То есть все это стирается после того, как куплено. Посмотрите, как он смотрится на мне. Дальше я взяла невероятное платье. На самом деле оно мне понравилось своим необычным дизайном. Здесь очень плотная ткань, ткань натуральная, само собой. Но я сразу увидела, что это дизайнерское платье, потому что здесь вот такой необычный длинный ворот. Это ворот. И с другой стороны он вот такой вот остренький. То есть сначала я такая думаю, блин, зачем оно мне нужно, я же носить не буду. Потому что платье, в принципе, летненькое, здесь оно идет колокольчиком таким, да, здесь идет воптигончик. В принципе, я такие платья не ношу. Но еще и с таким воротом, в нем как бы жарко, вороту здесь жарко. Но я подумала, что, блин, ну может, ну я не могла пройти мимо, потому что это реально как-то необычно. Я такое не видела. И фирма эта, кстати, я сейчас вам скажу, что за фирма. И цвет мой любимый, естественно. Фирма, знаете, что, мне кажется, это какая-то, ну, не дешевое платье. Это платье не могло стоить дешево, потому что оно herring fashion. Смотрите, и рыбки такие. Может быть, кто-то знает такую фирму. Но я, насколько я такая шмоточница и тряпочница, я ничего такого подобного не видела. И самое интересное, что, ну, буквально на следующий день я решаю снимать клип и начинаю искать, в чем я буду его снимать. Ну, не клип, а видеонарезочку такую, да, вот в студии. И я понимаю, что это просто идеально, понимаете, платье. То есть я брала его с другим расчетом, но когда оно уже появилось, думаю, да, оно же идеально. Вот просто интуитивно я его взяла. Посмотрите, как оно смотрится. Как раз-таки вырезки из клипа. Возможно, я вставлю сюда вырезки из клипа. Или здесь сейчас покручусь. Ну, короче, они под розовые кроссовочки. Очень коротенько платье, под розовые кроссовочки. Вообще, очень-очень стильно смотрится. Вы в моих хороших лет. И я никогда не прошу вас. Теперь вы часть моей души. Со мной вы целые дни. Субтитры сделал DimaTorzok Следующие это комбинезончик. Комбинезончик выглядит очень круто. Я уже в нем снимала видео на самом деле, потому что мне очень понравилось. Но брала этот комбинезончик тоже с расчетом для крестинки. Здесь, конечно, ткань уже не натуральная. Здесь полиэстер. Но я вам скажу так, что сколько я его надевала. Я снимала в нем клипы, кадры какие-то были. Или потом я снимала отдельное видео. И сколько я в нем находилась. Во-первых, оно очень приятное к телу. Во-вторых, в нем не жарко. Знаете, как вот в каких-то синтетических тканях обычно бывает дискомфорт. Я не люблю синтетические ткани, в которых бывает дискомфорт. А есть иногда, когда реально круто. Вот ты одеваешь и чувствуешь себя вообще превосходно с этой тканью. Вот это оно. И я бы себе его оставила. Просто он рассчитан, ну, как бы вот этот комбез, немножко не на тот рост, который у меня. Потому что вот здесь он мне маловат. Ну, вот вы поняли, да? Поэтому просто человек должен быть чуть-чуть пониже ростом. Кристина как раз чуть-чуть ниже меня. Я думаю, ей будет идеально. Она когда увидела, ей тоже понравился стиль такой. Варничок такой. Ну, тоже увидите. И тоже в нем клип снимала. В общем, прикольно, мне кажется, смотрится. Вообще, крутой-крутой комбез. Дальше, что меня удивило, я взяла, значит, пиджачок. Пиджак серый. Мне очень понравилась его как бы ткань. Вот смотрите, да? Она вот какая-то в полосочку такая вся. Очень интересная. Удивительно, что это размер L, не S. Но он сидит превосходно, идеально. Мне понравился простой такой крой. То есть это не ваптигон, не нужны никакие облипки там. Цвет, который под все. Я люблю такой цвет. У меня, по-моему, даже нет такого серого пиджака. Он реально вот очень круто, знаете, одел. Еще какие-то там, я не знаю. Ну, в общем, я вижу стиль, что это в моем стиле. И вот вы посмотрите сейчас, как смотрится. Мне очень понравилось. Все под ботфорты, так как у меня серые ботфорты. Я ищу под них всякую одежду, да? То есть под серые ботфорты, под джинцовочку, под какой-то платьице сверху. То есть даже под мои черные ботики, ботильончики. Ну, короче, это крутая вещь. Посмотрите, как смотрится. Я рада очень, что я нашла. И Эль мне идеально сидит. Ну и последняя вещь, которую я нашла, на самом деле, одну из первых. И сразу ее взяла, так как у меня серые ботфорты, я все под них ищу. Это вот такой классный свитерок с укороченными рукавами, такими прям коротенькими. Что даже, знаете, сюда можно, это, вот такие перчатки длинные, черные. А у меня такие есть. Но, к сожалению, я в них не покрутилась на видео. Такой ворот. Он высокий, но он мне нравится тем, что он широкий. Он не затягивает горло и не душит ничего, да? То есть он свободно вот так ложится, прям свободно, да, по горловине. И прекрасно. Здесь короткие такие рукавчики, что прекрасно. И длина. Длина у нас идет, как длина туники. То есть его нельзя носить, как платье. Но оно прекрасно будет смотреться, я думаю, под шорты, под какие-то брюки. Ну и также под ботфорты я это все меряю с джинсами. И опять же, я не знаю, что здесь за ткань. А что за ткань? Кстати, фирма 123. Юин, Дуикс, Тройс, Париж. Ничего себе. Смотрите. Может, кто-то знает такую фирму. После того, как я покупала себе всякие свитера, вот я была и в Заре, ну, в общем, вы поняли, да, по торговому центру походила. Я поняла, что на самом деле вот такие вещи, они не дешевые. Поэтому, как только я увидела в секунде, и их было очень много всяких таких свитеров, я выбрала самые лучшие. Я считаю, что мне просто повезло. И опять же, никаких катышков. То есть, если он не новый, то он выглядит как новый. Потому что такие вещи очень быстро портятся обычно. Получается, что это хорошее качество и носка. И я счастлива. И также в нем не жарко, не холодно. Ну-ка, найдем мы здесь. Давайте состав. Я нашла состав. Мы сейчас зачтем. Состав. Катон 30%. 50% модал. Модал. Кристина, ты знаешь, что такое модал? 20% як вуллайн. Ну, короче, непонятно. Вообще, такие-то все слова. Ну, 30% катон, значит, он уже частично из натуральных тканей. Какая-то смесь, да? Интересная. Ну, в общем, смотрите, как под ботфорты мои смотрятся. Мне кажется, очень гламурит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот и все, мои хорошие. Я была рада поделиться вам своими обновочками из секонд-хенда. Кстати, хотела сказать, что мне кажется, это абсолютно нормальным заглянуть в секонд-хенд и увидеть какие-то классные прикольные вещи и купить их в 10 тысяч раз дешевле, чем можно купить какую-то сейчас тряпку, которая реально очень быстро испортится. Купить качественные вещи за небольшие деньги. Я не вижу в этом ничего плохого, я не вижу в этом ничего зазорного, поэтому с удовольствием вам показываю, говорю о том, что да, это круто, это классно. Я вообще ценю людей, которые могут за какие-то маленькие небольшие деньги урвать офигенные классные вещи. Поэтому, если я такое вижу, для меня человек вообще сразу такой, вау, ты молодец, мега, покажи где, и я тоже возьму. Поэтому я считаю, что это реальные находки, я считаю, что это реальные подарки по деньгам, очень дешево, и Кристинке моей понравилось. Так что я думаю, что это зачетно, полезно, интересно, я молодец. И, конечно же, вам советую, что загляните, если вы не пробовали, еще не смотрели, то загляните. Я считаю, что это достойно. Достойные такие вещи можно купить за небольшие деньги. Все, я была рада с вами поделиться своими новыми обновочками, которые мне послужили уже верой и правдой. Я безумно довольна и счастлива. Ну, а с вами прощаюсь до следующего видео. Подписка, кто в первый раз, лайк обязательно, если вам понравилось мое видео. И увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok